Продолжается программа «Дневной разворот» и «Урбан» продолжается, и по-прежнему в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Здравствуйте. «Урбан» – программа о городских проектах. Заботались немножко, да, со всеми этими заставками? Надо уже «Урбан» возвращать на постоянной основе, без вот этого «пришел», «не пришел», «есть», «не есть». Хорошо, да, «Урбан» продолжается, тему благоустройства Первомайского района мы немножко отходим, но тоже остаемся, собственно, на этой же дороге, да, и будем говорить во втором части «Урбана» о благоустройстве парка у Дворца Пионеров. Конкурс проектов завершается. До 31 июня, мы так понимаем, идет обсуждение этих проектов, да, которые уже поступили от специалистов. И на эту тему мы будем говорить с нашими гостями, людьми, которые входят в инициативную группу по развитию данной территории. Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров». Добрый день. Здравствуйте. И Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат областного законодательного собрания. Добрый день. Да. Хотим, с первых, узнать, что происходит с данной территорией. Соцсети, конечно, наполнены уже информацией, но вот давайте для тех, кто соцсетями не пользуется, что на данном этапе происходит? На данном этапе у нас приняты работы на проекты по концепции развития Дворца Пионеров. Сам конкурс был запущен в декабре прошлого года. Он состоял из двух этапов. На первом этапе были присланы у нас, по-моему, 17 проектов, 17 заявок. 11 из них дошло как бы до логичного завершения, то есть там осмотрели, одобрили. А в итоге до финиша у нас зашло 6 заявок, которые вот мы сейчас выкладываем в открытый доступ. Давайте сразу поясним, где, собственно, можно ознакомиться. Есть такая группа ВКонтакте, там называется «Строем Киров». И мы там каждый день в прошлую среду, четверг, пятницу и на этом неделе в будние дни в 6 вечера выкладываем по одной работе. А на сайте больше, чем парк? На сайте больше, чем парк. Они будут выложены сегодня после 9 вечера, когда выложатся все работы уже на ВКонтакте. И там сразу же будет запущено голосование. Вот я вижу, да, в группе «Строем Киров» активно обсуждаются данные работы, там поступают предложения и мнения. Ну, тут люди-то все знакомые, лично вам, да, пишут в основном? Не знаю, не знаю. Что в последнее время происходило с парком? Установка разнообразная, ну, похвастайтесь своей работой. Весной у нас прошел субботник, то есть мы проводили уборку после зимы. Мы проводили уборку деревьев, которые засохли за это время, да, то есть мы почистили немножко. Причем у нас здесь мероприятие было организовано именно силами тех людей, которые изъявили желание, а не были там мобилизованы. Дальше, на позапрошлой неделе у нас были установлены еще дополнительные урны и дополнительные скамейки на территории парка. То есть вот то, что мы делали в прошлом году, оказалось мало. Мы это видим там, потому что желающих посидеть, передохнуть и дальше идти гулять, их гораздо больше, чем было мест на территории. И сколько сейчас? Группировка скамейк-то насчитывает? Сейчас в общей сложности у нас получается, так, 30 сейчас поставили, 11 в прошлом году, 6 стояло, и еще у нас 3 стояло. Итого получается. Около 50. Около 50, а в планах? Я думаю, наверное, мы на этом пока закончили. В этом году, да? А там дальше, после? Да, сейчас будем все зависеть от проекта, который победит. Почему мы делали верхнюю частью? Потому что верхняя часть все-таки у нас считалась мемориальной зоной, и она как бы минимально была в проектах. Верхняя часть это ближе к улице Сурикова. Это мемориальная зона. Да, поэтому она в проектах как бы должна была быть не тронута практически. Либо какие-то минимальные изменения, минимальные какие-то улучшения, причем тоже такой вопрос спорный. Да, ну еще такой большой как бы нюанс, что верхняя часть она убирается ежедневно, за ней закреплены дворники, за все остальные части парка, дворники не закреплены. Соответственно, там ставить урны и скамейки бесполезно, потому что это сразу все превратится в помойку. И там появятся какие-то социальные элементы или что-то такое, потому что там будет бардак. Поставили там, где за этим следят. Что дворники говорят, как люди ведут себя на этой территории? Что дворники, я сам гуляю там практически каждый день. Дмитрий Валерьевич на роликах катался на выходных. Там чисто, прекрасно, хорошо. Дети гуляют, взрослые гуляют, бабушки гуляют, все гуляют. Давайте поясним слушателям. Пока лето есть. Вот кроме скамейки чистоты требуется еще благоустройство. На что направлены, какие основные критерии вы устанавливали для проектов развития парка? Ну, мы в этом плане подошли просто максимально современно. То есть мы сначала опросили абсолютно практически всех жителей микрорайона. Ну, 1100. У нас 1070 накид было заполнено. На основе этого создали техзадания. Выделили четко 9 там рук пользователей. Выделили 11 объектов, которые должны присутствовать в парке. Например? Освещенная лыжная трасса двухкилометровая с зоной старта и финиша. Зона для прогулок мам с колясками. Зона для подростков. Она, например, в чем должна быть? Мемориальная зона. Ну, то есть... Эти зоны должны быть. А как они будут сделаны, это уже архитектор. Да, то есть детские площадки и прочее. Для выгула животных. Площадки для выгула собак. Потом горки, чтобы не катались в мемориальных холмов. И вот эти все вещи. И архитекторы уже должны, как профессионалы, это все учесть. А жюри, который также состоит, в свою очередь, из персоналов и специалистов, должны оценить, насколько правильно они справились с этим заданием и выбрать лучший проект. То есть все основано на мнении тех, кто этим будет пользоваться. Но разрабатывать профессионалы и выбирать профессионалы. Это как бы идеальный вариант. Плюс мнение жителей. Вскоре голосовалка будет? Голосовалка будет, но, конечно, мы на нее не будем обращать внимание. Нет, не то, чтобы обращать внимание. Или она не основная. Учитывать будем, но все мнения пользователей парка были учтены при соценике тех заданий. То есть, соответственно, будут оценивать тех заданий и результат, конечно. Результаты голосования как один только из критериев выбора. Ну да, то есть мы будем понимать, что... Он значимый, но не решающий. Но не решающий. Если слушателям вам интересен состав жюри, то вы можете ознакомиться с ним на сайте больше чем парк. Прямо так и можно русскими буквами набирать. Кириллицы больше чем парк.рф. Жюри состоит из девяти человек. Там, в том числе, кстати, есть Ирина Рубцова, начальник управления городостроительства, архитектуры, администрации города Кирова. Там есть архитекторы, есть активисты. Разные люди есть. Все, в общем, известные и достойные. Ну, так, чтобы понять, кому направлять свои там вопросы в дальнейшем, пожалуйста, вы можете зайти и посмотреть. Здесь же на этом сайте выкладываются фотоотчеты и комментарии, и новости. И здесь же сегодня вечером будут выложены все проекты, которые заявились на конкурс. У нас там все готово еще с прошлого среды. Просто мы ждем выкладки уже, чтобы каждый проект выложился и пообсудился отдельно, и потом уже строим голосование. А голосование здесь же будет? На сайте тоже больше, чем парк? Да, да. Ну, она и там, и там будет. То есть, получается, код просто вставим на сайт. То есть, что у нас сейчас на данный момент происходит? В данный момент проекты выкладываются в группе ВКонтакте. В какой группе? Встроим Киров. В группе Встроим Киров. Так как это самая специализированная группа в городе Киров. Да, группа Встроим Киров, с которой мы взаимодействуем тоже активно. Вот там сейчас есть проекты, и сегодня к вечеру появится последний проект, правильно я понимаю? И сразу же они будут выложены на сайте больше, чем парк? Ну, через какую-то паузу, то есть, как я доберусь до дома вечером. Ну, сегодня же будет выложено больше, чем парк? И тут же откроется голосование? Да. Можно будет голосовать и на сайте, и в группе ВКонтакте с Троим Киров? Да, это будет одинаковое голосование. Как долго продлится голосование? Ну, мы предварительно пока планируем собраться 29 июня, первый раз, может, это будет и последний раз, будем смотреть. Неделя, получается. На сайте указано до конца июня, собственно, голосование будет продолжаться. С 22 по 29, это примерно неделя, с тем, чтобы 30 числа, например, уже сказать, ребята, вот этот проект. Ну, вот смотрели проект, посклоняюсь сейчас, наверное, к тому, что один какой-то проект, наверное, точно не выиграет. Будет какая-то колорбация. Так, ну, я не поняла, что это происходит. На прошлой неделе у нас прошла, скажем так, презентация перед членами жюри. У архитекторов была возможность презентовать свой проект. То есть, мы собрались на территории Дворца пионеров в одном из залов. Мы это кто? Члены жюри и туда приглашали представителей архитектурных вот этих агломераций, которые участвовали в проекте. Потому что это, как правило, были не один человек, а это были несколько архитекторов, группа авторов. Они где-то в 15-20 минут рассказывали о своем проекте. Причем у членов жюри была возможность позадавать свои вопросы. И были там не только члены жюри, но и были еще и люди, каким-то образом причастные к этому проекту. То есть, активно участвующие в благоустройстве, Центр местной активности, территориальное управление. То есть, эти люди заходили, тоже свои вопросы задавали. Вот после этого обсуждения, после этой презентации, такой импровизированной, можно так сказать, у нас возникло ощущение, что проекты разные. Но в каждом есть как минимум одна какая-то изюминка, которую бы хотелось увидеть. И это, наверное, отметили все, кто там присутствовал. Скажешь, в каждом проекте, да? Потому что, наверное, у нас нет проекта, который точно подходит по всем паркам. То есть, 100% вот, скажем, такое. Победившие проекты будут дорабатываться все равно. Есть посильнее, есть послабше, но в каждом есть что-то, что мы бы хотели увидеть в этом парке. То есть, те, кто присутствовали, им понравилось. А давайте из сильных моментов что-то перечислим. То, что вам прям запомнилось, понравилось и захотелось реализовать. Лично мне очень сильно понравился проект из Питера. Он очень смелый. Питер – это девушка-студентка, которая из Кирова уехала. Да, он очень смелый, очень современный. Прямо, прям, прям вот хочется взять и сделать, да. Потому что это что-то такое, что в Кирове нету и не было никогда. Понравился проект, который сегодня будет выложен на Гаева. Он просто перенес на бумагу, ну, не на бумагу, на планшет то, что сейчас происходит в парке. То есть, ничего не стал выдумывать. То есть, так уже все сложилось. Он просто это более-менее облагородил. Вот. Ну, все. Вот это для себя, как бы, и отметил. Я, на самом деле, еще не очень глубоко изучил все проекты капитальные. Я их просмотрел несколько раз. Но именно, как бы, критический взгляд я подождал пока. Потому что я сейчас планирую все вот эти комментарии из групп, из новостей, в СМИ и прочее собрать. И тогда уже подготовить аналитические записки к заседанию жюри. И тогда в свое время, как бы, мнение тоже буду выражен. Сейчас мы, перед тем, как прервемся на одну минуту, буквально скажем, что в результате голосования на нашем сайте, в группе ВКонтакте, лидирует на сайте, мы задали вопрос, помочь благоустройству какого-то парка или сквера, готовы или нет. На сайте лидирует ответ, готов, если это неподалеку от моего дома. 50% так отвечают. Готовь, если будет свободное время, лидирующий вариант ответа на странице нашей ВКонтакте. Да, и благодарим, кстати, партнеров из Строим Кира, что вы продублировали наш опрос. Там достаточно много человек, да-да-да, сейчас проголосовали. И там готов, если будет свободное время, лидирует ответ, 26,7%. Это очень интересно. А Игорь Багин тут еще написал ВКонтакте. В ответе готов, хоть сейчас подразумевается, а в ответе готов, хоть сейчас подразумевается финансовая помощь в том числе? Ага, хороший вопрос. Деньгами поняли. Да, мы про деньги поговорим. Сегодняшняя программа «Урбан» — одна из череды программ, посвященных развитию парка у Дворца Пионеров. Так простым языком мы его называем. Напомним, что у нас в гостях Анатолий Курбатов и Дмитрий Сергеев. Мы начали говорить по проекту, которые поступили. У Дмитрия Валерьевича хочется еще поинтересоваться. Вы что выделили? Вам что понравилось? Мне понравились некоторые идеи, скажем, отдельные элементы. То есть многие авторы отметили, что необходимы еще дополнительные входы на территорию. То есть и вот эти элементы входных групп мне в одном проекте очень понравились. Не буду говорить в каком, но есть фишера. Дальше. Мне понравилась идея, там на территории есть дорога. То есть вот лыжная трасса должна ее пересекать, чтобы разделить лыжную трассу. И автотранспорт был, скажем, предложен проект такого небольшого моста. Моста для кого? Для лыжников. Для лыжников. Для лыжников. Причем возникает... Это сначала, значит, коньковым ходом, потом, значит, надо будет... Ну, так. А вот так как там есть подъем, то есть возникает некоторое место, то есть его либо оформить насыпью, либо помещениями. То есть можно туда встроить, например, те же помещения для лыжников, либо те же общественный туалет. То есть одним сооружением мы решаем несколько проблем сразу. То есть вот такие фишки, они есть во многих проектах, и вот я думаю, что на них стоит обратить внимание. И, может быть, в конечном итоге их проект, который наберет у нас наибольшую, скажем, симпатию, его еще дополнить вот этими моментами. Ну, кстати, надо сказать, что вы за лучший проект установили призовой фонд. Не так. У нас есть призовой фонд. Это не за лучший проект, да. То есть, возможно, эти деньги будут разделены между несколькими участниками. То есть, возможно, эти деньги будут частично, скажем, сейчас направлены. И плюс мы попросим еще автора доработать с учетом наших предложений. То есть, ну, это тоже, опять же, на решение от членов жюри. А подразумевает ли дальнейшая работа по проекту авторский надзор? Хотелось бы. Хотелось бы. Да, хотелось бы, чтобы автор уже спокойно все довел до конца. Курировал, собственно, наблюдал. Но пока это не обсуждали вы, я так понимаю. Нет, пока мы этот вопрос не... Потому что он тоже требует и времени, и какого-то... Хорошо. Мы обещали до перерыва, что поговорим про деньги. Ну, вот про призовой фонд мы начали говорить. Давайте обозначим, какая сумма сейчас имеется на призовой фонд. 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей. А на реализации самого проекта, как это все будет происходить? Давайте я, наверное, поставлю. У нас есть прекрасный сейчас пример, как вот Кочеровский парк. Проект, который там с 2011 года лежал в МБУ архитектуры. И в этом году, когда появилась программа «Городская среда комфортная», проект появился, как бы достался из стола и был реализован. То есть там порядка 60 миллионов рублей на него ушло. Ну, а основная... Часть проекта будет реализована. Если бы этого проекта не было, то он бы не был реализован. Соответственно, мы делаем все, что как бы можно, чтобы... Эта программа на 5 лет, чтобы можно потом взвались и было в нее. Давайте мы так вот сейчас скажем. Когда затевалась вся эта история с парком у Дворца пионеров, о программе еще ни слуху, ни духу не было. И вы тогда рассчитывали на что-то другое. А мы от этой идеи не отказались. Давайте просто скажем, как вариант, что это могло бы быть. Это один из источников, о котором сейчас Анатолий сказал. То есть есть и другие источники, от которых мы отказываться не собираемся. То есть это помощь крупных организаций, которые находятся в городе Кирове. Причем это организации не, ну, скажем, федерального масштаба. То есть один из банков крупных изъявил желание построить в этом году волейбольную или баскетбольную площадку. А они смогут реализовать свои желания? А вот на сегодняшний момент нам нужно определиться с проектом, где это будет. Чтобы не получилось так, что мы сегодня сделали, завтра нужно было... А это окажется неуместным каким-то. То есть вот скорость строительства волейбольной площадки месяц, наверное, да? Да, я думаю, что... Даже меньше. Если вы 30-го числа примете решение, то, в принципе, они могут приступить. Если мы в июле определимся, где это будет находиться, я думаю, что мы в этом году ее должны реализовать. То есть уже волейбольная площадка может быть построена. Плюс маленький шаг. Да, хорошо. Следующий момент. Помимо этого, этого банка, да, есть и другие организации, которые в дальнейшем готовы на следующие годы свою программу по благотворительной помощи. У всех есть какая-то социальная программа. У всех много есть. Да. У нас по стране есть много крупных организаций, которые в бюджет свой закладывают вот эти направления. Если у нас будет хороший проект, если у нас будут уже первые шаги в его реализации, то мы можем не все целиком, но какие-то куски реализовать вот как раз через эти благотворительные направления деятельности. То есть они все согласны что-то сделать, а не просто деньги дать? Или есть те, кто просто деньги должны? Как правило, мы готовы вам сделать вот что-то. Конкретное. Чтобы был результат. Да, то есть мы это все полностью берем под свою кровь, мы финансируем, мы организовываем, и мы видим конечный результат. Но, естественно, конечно, появление этой программы масштабной по благоустройству, оно вселяет надежды, что можно будет в короткие сроки реализовать более масштабное какое-то предприятие. Ну, нет, смотрите, все равно площадки, вот эти же скамейки, которые мы поставили, тоже ведь на небюджетные средства и прочее мы сделаем, но полностью оформить, это все равно надо, конечно, что-то такое бюджетное, мощное. Подводить эти же коммуникации различные. Делать входные группы, это, скорее всего, не получится реализовать с помощью небюджетных средств. А что касается, кстати, коммуникации, я, кстати, совершенно согласна со входными группами, да, действительно, их должно быть больше. Их там шесть прямо шикарно. С разных сторон прекрасно, действительно. Кстати, можно, может, это секрет такой, вот согласно одному из проектов, вот питерской, да, девушка, которая в Питере учится. Кож секрет, он в свободном доступе. Ну, в принципе, да, вот эта главная входная группа, перекресток Калинина и Сурикова, она, согласно ее проекту, перестает быть таковой, да, я так понимаю? Нет, они перестают менять несколько свой функционал, то есть там появляются... Машины-то оттуда убираются, да, согласно ее проекту. Делается площадка какая-то для праздника, вот что-то. Фонтан, да. Фонтан, да. Ярмарки и прочее. Хорошая история про парковки. Да. Да, автомобильная составляющая как-то вот она есть в проектах. И там... Кто-то уделял ей внимание, кто-то нет. Три разных варианта, как бы, размещения парковок получилось в разных проектах. Большинство, как бы, пытаются... Ну, не пытаются, а выводят машины из территории парка. Вот. Куда выводят, извините? Там огромный квартал. Пять под землю? Нет, нет, почему? Там огромный квартал, вдоль которого есть места для парковочных карманов. Там уже есть парковка на улице Сурикова. Там мещают, по-моему, порядка 40 машин. Там дома жилые вообще. Нет, там на стороне дворца пионеров. Там огромная парковка. Там сейчас кроссовая машина, еще что-то. На сколько мест? Ну, 40 мест там точно, как бы, уже сейчас есть. Плюс, где входная группа, как бы, там огромная парковка. Вот, если будут дополнительные входные группы оформлены, то, получается, все вот весь квадрат, все вот эти по периметру, которые 21 гектар есть, они все могут быть под парковочными местами. Ну, очевидно же, парковочные места нужно продумать. И трафик рассчитывать. Они должны быть не внутри парка, то есть парк должен быть полностью свободен от машин, чтобы там можно было безопасно отпускать детей и не беспокоиться об этом. Вы все-таки уделяете внимание этому вопросу? Конечно. Это было одно из требований в тех заданиях. А про коммуникацию вы начали говорить. Что значит? Какие работы предстоит провести? Что там с освещением? Один из пунктов в тех заданиях, что должны быть общественные туалеты, и их должно быть не один, а желательно у каждого входа. Соответственно, они на пустом месте не будут появляться. Общественные туалеты стационарные или привозные стационарные? Да, конечно. Поэтому к ним надо будет подвести коммуникацию. Вот так канализация электричества. К канализации электричества к общественным туалетам. Дополнительное освещение требует продления каких-то коммуникаций. Да. Это и провода, и столбы, и фонари. Вот это все дорогостоящее и довольно затратное. По ощущениям уже выливается. А какие-нибудь, например, питьевые фонтанчики? Фонтанчики есть. Поливные, поливальные системы для газонов. Там, на самом деле, по территории Дворца Пионеров проходит и канализация ветка, и водопровод. Ветка или ветхая? Ветка. Нормально, не ветхая. Линия. Линия, да. И, соответственно, врезаться в какие-то коммуникации довольно легко. Там МПМ-РС. И это все учитывают проектировщики? Нет, пока нет. Это уже стадия проекта, у нас сейчас стадия концепции. То есть это следующий этап. Там уже, когда будут дорабатываться капитально по точкам, там уже все это будем привязывать. Вы себе это представляете, на заметку взяли, что и битьевые фонтанчики, и как в Ижевске, чтобы поливали эти вот это вот газоны. Автополив. Автополив. Ландшафтный дизайн, что? Ну, на самом деле, там есть клумбы в мемориальной зоне. И в этом году, по-моему, в этом году уже там, я не знаю, организация правильно называется. Клумбы. Сады Киров или сады города. Они уже нарисовали дизайн-проект. Клумб. Не клумб. Там будут высажены деревья различные цветов. То есть там красная рябина какая-то, туи. Будет сцена зеленая, будут цветники. И будет форма в виде пламени, она, по-моему, то ли заказана на заводе, уже на ком-то. Или пока не заказана. Но, во всяком случае, они нашли организацию, которая готова выделить деньги, опять же, крупная организация, на реализацию этого проекта. Это все в районе, где вот мемориальные холмы вот эти, да? Нет. Это где вход, центральный вход в сам дворец пионеров. Справа и слева две клумбы. А, здание. Да, они хотят сделать сцену для детишек. И, как бы, скамейки развернуть внутри клумбы. И сами клумбы оформить красивыми деревьями. Ну, вот в этой концепции, которую сейчас вам задают, там озеленение тоже как-то учитывается? Или только то, что сейчас исходно находится на территории? В тех заданиях было минимальное вмешательство в тот парк, который на сегодняшний момент существует. То есть минимальное. Но в двух проектах, насколько я понял, они выходили. Я не верю, что там деревья уже довольно ветхие. Будут обновления. Дополнительных посадок? Будут дополнительные посадки. Вдоль аллеи, еще какие-то вещи? Я думаю, мы расформироваться не одну или две аллеи до высадим. До высадить аллеи. Кедровую все равно мы точно будем продлять. Кедровую ваши аллеи будете продлять. Понятно. Мы сейчас прервемся на две минуты буквально, после чего продолжим обсуждать судьбу парка. Мы вот в первом часе затронули такой важный вопрос. Специально об этом говорили в конце первого часа. Это, а кто будет принимать все это богатство и красоту на баланс? Продолжается программа «Урбан». Владимир Сметанин и Светлана Занько в качестве ведущих здесь, в этой студии. И у нас в гостях Анатолий Курбатов, координатор движения «Красивый Киров» и Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта, депутат Заксобрания Кировской области. Мы обсуждаем дальнейшую судьбу развития проекта по благоустройству парка у Дворца пионеров. Напоминаю, что сегодня вечером на сайте больше-чем-парк.рф должны появиться концепции, которые приняты к рассмотрению комиссии. И уже 30-го числа, мы так надеемся, будут сделаны выводы и выбраны какие-то главные концепции, которые дальше будут уже дорабатываться, может быть, где-то миксоваться. Но, по крайней мере, уже будет понятно, какие именно элементы появятся в парке. И среди этих элементов здесь названы и дополнительные входные группы, и переработанные существующие, и лыжные трассы, и разные всякие там дорожки, не знаю, велосипедные, запланированные дорожки. В некоторых проектах есть. Да, велосипедные дорожки в некоторых есть, в каких-то нет. Я параллельно изучаю эти проекты, которые выложены в данный момент в группе «Строим Киров». Я вот смотрю, детский автодром даже предусмотрен. Ой, такое. Детские аттракционы всевозможные. Церковушка даже есть. Церковушка вижу дорест. Церковушка предусмотрел. Да, то есть площадки, территории и направления, которые на разные социальные группы направлены. Будет очень интересно, как ваша комиссия справится с этим вопросом, и что именно вы выберете. Но я бы лично хотела, чтобы хоть один парк с велосипедной дорожкой появился наконец-то. Хоть одна велосипедная дорожка в этом городе. В этом году в Кочерском парке будет две велосипедные дорожки. Мы видели Игоря Васильева, который говорил, давайте мы тут поставим велопрокаты и прочее. Да, согласна. Господин Симаков, будучи еще главой благоустройства города, говорил об этом. Но пока еще раз, в городе нет ни одной велосипедной дорожки. Посмотрим, где она появится первой. Дмитрий Валерьев, кстати, еще про смотровую площадку упомянул. Тоже интересный момент. Помимо того, что вы сейчас сказали, в нескольких проектах были предусмотрены смотровые площадки. То есть у нас там перепад по рельефу более 10 метров. То есть есть возможность на высокой точке сделать площадку для обозрения окружающего пейсажа. То есть идея, опять же, в нескольких проектах раз была. То есть, значит, она уже заслуживает внимания, и, возможно, она тоже будет нами учтена. И предложена автору победившего проекта, скажем, учесть такое пожелание. И вот когда об этом мы говорим, мы думаем, ну, хорошо, мы это все построим, так или иначе. Кто будет все это содержать? Потому что мы слышим каждый раз от города, что денег нет, активных граждан много, есть бизнесмены, которые готовы строить площадки, скверы и парки, но никто не готов их содержать. И поэтому город не заинтересован в общем в том, чтобы стимулировать как-то и очень активно поддерживать, потому что это ежегодные немалые затраты. Это не городская территория. Это территория области. И в чем разница? Все равно кто-то должен будет содержать. У них как бы заложено все содержание бюджета. Просто там сейчас ничего нету, пустырь, поэтому он не содержится. Когда там будут появляться какие-то объекты, они будут закладываться сразу в содержание. Это кто вам сказал такую вещь? У нее есть четкое понимание. Но не она распределяет бюджеты. Что у нее на каждый год заложено содержание парка, но парка нет, и она тратит эти деньги на какие-то другие вещи. Это не парк, это территория образовательного учреждения. Очевидно, что с появления такого количества объектов... Если на территории образовательного учреждения появится волейбольная площадка, то она на будущий год заложит ее подметание и содержание этой площадки. Вот так просто? Ну конечно. Не просто. Ну не просто, но в этом не будет. Все-таки мне кажется, что не так просто, потому что это очень существенный затрат, который возник. Содержать объект должен собственник, и если мы на сегодняшний момент находимся здесь, на территории областной собственности, то и содержание будет ложиться на областной бюджет. Получается, что это будет по линии образования затраты? Если этот проект будет реализован через федеральные деньги, то здесь уже собственник вынужден будет предусматривать в бюджете средства на его содержание. А если денег нет? Будет вынужден искать. К стенке ставится прямо. Если мы его уже создали за счет федеральных средств, то он должен быть поддержан в рабочем состоянии. А что за веномство конкретного в региональном правительстве? Минобор? Минобор. Минобор, да? Вы простите, это содержание просчитывали уже как-нибудь? Пока у нас нет концепции, вернее, нету проекта, то его трудно посчитать. А что нужно, какие деньги нужно? Правильно я понимаю, что начало строительства невозможно без того, чтобы были все соглашения подписаны, в том числе и по содержанию в дальнейшем? Значит, для того, чтобы попасть в программу, нужен проект и смета. Дальше, следующий шаг. Мы подаем на комиссию в областную правительство для попадания этого проекта в финансирование. Если решение такой комиссии принимает, то, соответственно, она и понимает последствия, что этот объект нужно будет содержать. То есть мы не обсчитываем. А предусмотрели ли вы в своих тех заданиях какие-то моменты, которые позволят учреждению облегчить участь по содержанию и зарабатывать на этом парке? Нет, такой цели сразу скажу, что не стояло. Почему? То есть коммерческого использования ее. Потому что это объект образования. То есть они предусматривают коммерческую деятельность. То есть вы увеличиваете нагрузку на бюджет? Это у нас гарантирует бесплатное образование. Здесь уже нужно будет преобразование самой территории. То есть ее нужно выводить из территории образовательного учреждения. То есть менять какой-то статус этого парка. А это решение за собственником. Собственник у нас в области. Я бы на месте области задала этот вопрос. Вы, конечно, молодцы все. Вы тут нам сейчас понастроите. А дальше мы будем выгрызать откуда-то деньги, чтобы содержать этот парк. В любом случае у нас парк. Я сейчас чиновника включаю. Ты сейчас говоришь о том, что власть начнет юлить там как-то. Почему юлить? Ну, ты мне даришь подарок. Ты мне даришь... Сейчас, секундочку. Володя мне дарит сметанину, дуга какого-нибудь. И говорит, посмотри, какая няшка. Посмотри, какие уши, какой носик. Такой хороший щеночек. Прелесть. Посмотри, я столько денег на него потратила. И вообще доставал через друзей в Германии. Я говорю, о, класс. А потом эта няшка по два кило мяса съедает у меня каждый день. Ее нужно выгуливать бесконечно, за ней убирать. И у меня жизнь просто все. Весь мой бюджет на этого дога уходит. Там в жюри входит и директор Дворца пионеров, и собственник участка, и Кислухин. Директор Дворца пионеров, что ему скажут вот там наверху, то и сделают. Ну, это вам так кажется. Ответьте мне, пожалуйста. У нас есть федеральная программа по комфортной среде, в рамках реализации которой чудовники заинтересованы, и они обязаны создавать объекты общественного значения. Не даете вы мне никаких инструментов для отчета перед федеральным центром. Где мне взять мясо подешевле? Как мне сделать так, чтобы все мое время не съедал выглух собаки? То есть они в силу своих должных и обязанностей обязаны этим заниматься. Им приносят наблюдечки, берите, либо ищите сами. Слушайте, ну на парке же, Анатолий, на парке-то ведь можно зарабатывать. Отвлекитесь от своего смартфона, пожалуйста, поговорите с нами. На парке можно зарабатывать, но это не в рамках текущего его статуса. Такое предложение будет, конечно, после принятия проекта, как передано. Я так понимаю, победившая концепция будет рассмотрена на градсовете областном. Да, было такое предложение. И там вот эти все предложения по содержанию, по текущему и дальнейшему, они, конечно, будут. То есть мы прямо их распишем. Например? Ну, уже идеально в моем варианте оставить мемориальную зону и здание дворца пионеров. Даже не мемориально, просто здание дворца пионеров, содержание это. Это все снова ввести в отдельный парк, этот же, да, и там завести ответственного или какую-то структуру. То есть должна быть какая-то структура, которая работает с этим парком и как с бизнес-объектом тоже. И она должна быть самодостаточной, то есть она должна себя окупать. То есть на первые два года там, может быть, зарплата на фонд, оплата труда будет из бюджета, а все дальнейшее, там уже она должна приносить прибыль. Потому что 23 гектара территории в центре города, они должны приносить прибыль. И не могут приносить прибыль, и при этом она будет комфортная, и у нее будет собственник. И не будет нагрузки на бюджет. Все это мы, конечно, распишем в своих предложениях. Потому что это очень важно. Этот вопрос, который совершенно закономерно, и на праве людей, которые занимаются хозяйством, вам будут задавать чиновники, я бы сама первая его сдала. Мысль возникла, вот где нужно было колесо-то обозрение ставить. Я уже про это подумала. Вот рассматривая концепцию, у нас есть там предложения по размещению и детских кафе на территории. Да. Они нужны. Конечно. Есть размещение пунктов проката, велосипедов, роликов. А это все в концепцию закладывается или нет? Это предложения такие, окончательной концепции пока нет. То есть есть шесть проектов. В одном проекте есть одно, в другом есть другое. То есть в одном из проектов, может быть, даже не в одном. То есть есть как раз именно пункты проката, есть объекты общественного питания. То есть те объекты, которые в дальнейшем могут приносить прибыль. Ну, потому что мы, естественно, там, собираясь, обсуждая, видим, что парки должны содержаться, парки должны стать местами и центрами активности разного рода, и парки должны самокупаться. Там можно проводить соревнования, коммерческие какие-то мероприятия у этих же крупных компаний. То есть парк может зарабатывать спокойно, при этом не приносяя хлопот никому и оставаясь парком. Это будет еще одна отдельная концепция, бизнес-проекты, например, по парку, которые будут являться продолжением истории. Ну, это будет все одна общая консульция. А, ну тогда это не 30-го числа, это позже. Не 30-го, там будет выбран победителем, скорее всего. По благоустройству. Ну, это не точно, мы первый раз собираемся. Первый раз собираемся. Да, кстати, давайте поговорим о вашей работе в ближайшем будущем. Да, в остальных жюри, да. В чем суть будет заключаться? Выбрать концепцию, которая больше всего набрала, скажем, голосов в идеале у тех, кто проголосовал на сайте и, скажем, стала победителем среди профессионального, назову так уже жюри, потому что там много архитекторов, много людей, которые профессионально этим занимаются. Вы уверены, что удастся совместить эти две части? Это мое желание большое. Дальше все равно будут какие-то предложения по доработке, да, то есть вот в определенное время потратить, я не знаю, месяц-полтора на то, чтобы концепцию довести до того состояния, в котором бы оно удовлетворяло всех. Ну, это, кстати, хорошая вещь, я все про бизнес, для стартаперов. Действительно, у нас в Кирове мы разговаривали с людьми, которые в разное время управляли парками, в том числе Александровским парком, но вот чтобы это на современном уровне делать, да, с какими-то нынешними технологиями, это хорошая такая идея для молодежи, которая говорит, вот мы хотим свой бизнес, новый бизнес, еще что-то такое. Нет? Разве? Почему бы нет? Ответил, да? У нас пример, в прошлом году мы с Игорем Багином ездили в Казань, они с нуля сделали набережную, два с половиной километра, наставили там кафешек различных, велодорогу огромную, зимой это каток, освещенный полностью, да. Я, насколько понимаю, он себя, ну, если не купил, то как бы совершенно точно принесет огромные прибыли, потому что более 50 кафе и ресторанов на два с половиной километра, они забиты всегда людьми. Это огромный день, держит. Надо доехать до Казани, чувствую, я уже. Зачем можно делать здесь то же самое? Ну, да посмотреть, понять, что вы имеете в виду. Спасибо большое за то, что... Я вам фотографию, сейчас покажу. Нет, я уж хочу сама в это кафе, на эту велодорожку. Да, у меня еще про деньги все-таки вопрос. А такой критерий для вас значим будет, что вы как-то вот понимаете, что это слишком уж дорого? Это написано прямо в первом пункте, что рассматривать будем согласно экономическим указателям реализации. То есть реально-нереально. Это один из главных критерий в принятии решения. Когда, собственно? 30-го точно, не точно? 30-го что-то будет. Сегодня мы увидим еще раз все концепции. Откроется голосовалка. А 30-го, 29-го соберется комиссия. И что-то примерно уже будет вынесено. Какое-то движение в июле. Если не подеремся. Ну, я думаю, что за все это время вы уже поняли, кто вы есть и как-то нашли, наверное, консенсус. Мы на это надеемся. И я, правда, тоже рассчитываю, что этот проект, может быть, войдет и в программу благоустройства большую и федеральную. Это было бы здорово. Почему нет? И чем больше таких хорошо оборудованных и правильно управляемых парков и общественных пространств у нас в городе появится, тем лучше всем нам. Еще раз напомню, да, обязательно посетите этот сайт, большечемпарк.рф. Материалы появятся сегодня. Вечером откроется голосование. Примите участие в судьбе данной территории. Одно из самых, собственно, просторных, на кажется, нашего города в центре города. Анатолий Курбатов и Дмитрий Сергеев, Светлана Занькова и Владимир Сметанин. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!